Приветствую вас. Ну вот, пишите вы свою ситуацию, в общем-то, по-человечески вас можно понять, а, вполне, вполне хорошо я понимаю вас, понимаю, почему вы вот так поступали, и почему вы оказались в этой ситуации, тоже понимаю вас, вот. Вы знаете, вы действительно очень многие вещи понимаете правильно. Правда, есть несколько аспектов. Первый аспект. Вы говорите, что для меня женатые мужчины были табу до того, пока вот я не третьего этого мужчины. Говоря, этого мужчину вы имеете в виду, ну, в принципе, понятно, кого вы имеете в виду, значит, говоря именно про женатого, про женатых мужчин. Вот, но, тем не менее, все-таки, чем же он такой необычный для вас, что вы, ну вот, как-то, знаете, согласились с ним на отношения? Чем же он, условно говоря, вас покорил? Чем он вас зацепил? Ну, мужчина, мужчина я имею в виду. Вот, постарайтесь подумать на эту тему для себя, хотя бы, вот, первой нагромой. Потому что вопрос, на самом деле, очень важный именно для вас, в первую очередь. Ведь ситуация заключается в том, что вы, по сути дела, прибили сами с себя. По сути дела, вы, как бы, вот, отказались от своих ценностей, вы отказались от своих, значит, ну, взглядов, от своих важных моментов. Вот, и, собственно, вступили в те отношения, которые для вас, если я правильно понял, вступили в те отношения, которые для вас изначально были нежелательными. Вот, собственно, с этого и стоит начать. Вы говорите, что, значит, вы не получали от мужчин определенности. Именно поэтому вы с ними расставались. Ну, могу вас, опять же, понять. Вас довольно-таки хорошо можно понять в этой ситуации. То есть, почему вы расставались с мужчинами, они не давали вам надежности, они не давали вам какой-то вот определенности. Ну, по сути дела, не давали вам того, чего вы хотели бы от них получить. Вот. В данном случае вас можно понять. В данном случае. Но ведь женатый мужчина, по сути дела, он вам, так же, как и предыдущий мужчина, так же не давал определенности. Но вот странно, с ним вы почему-то в отношения вступили. Так вот, и мне бы хотелось, чтобы вы для себя постарались ответить на этот вопрос. Почему вы с ним в эти отношения таки вступили? Чем он для вас был и, наверное, остается в некоторой степени необычным? Вы просто сказали, что никогда не говори «никогда» и все. Так не бывает. Вот вы закончили, пишите одни отношения и сразу начали встречаться с ним. Из одних отношений в другие. Вот в этом и, возможно, кроется проблема того, о чем вы пишете. Вы из одних отношений, не успев закончить одни отношения, вы, по сути, сразу вступили в другие. И именно по этой причине, возможно, у вас и имеют место быть те самые проблемы, о которых вы пишете. Что это значит? Расставшись с мужчиной, тогда, ну, после вот того, значит, как вы поняли, что с ним у вас ничего не будет, с ним вам ничего не светит, когда вы это поняли, когда вы это почувствовали, у вас, естественно, началась, что нормально, началась у вас фрустрация. Фрустрация – это действительно нормальная реакция в данном случае. И вы решили эту фрустрацию подавить с помощью отношений с другим мужчиной. Даже если это другой мужчина, такой же неопределенный, как и предыдущий, с которыми вы отношения разорвали. Вас это останавливало, как я понял, не сильно. Что вы хотели от него получить? Что вы потеряли от предыдущего своего партнера? Для чего вам так сильно нужна определенность? Что стоит за этой определенностью для вас? Вот те вопросы, которые помогут вам понять, как выбраться из этого самого любовного треугольника. Это именно те вопросы, на которые вам необходимо ответить для того, чтобы понять, что удерживает вас в отношениях с этим мужчиной. Далее, значит, вы описываете всю ситуацию. Вы описываете ситуацию, когда, ну, мужчина, в общем-то, ведет себя стандартно здесь, как человек, который, в общем-то, запутался, как человек, который, в общем-то, действительно не знает, что ему делать, потому что он и туда, и туда мечется. Вот. И вы говорите, я боюсь, что однажды он скажет мне, что он уходит, значит, ну, в свою семью. Вы говорите, я боюсь. Давайте подумаем. А вот если так вот посмотреть на ситуацию немножко со стороны, чего вы боитесь? Вы боитесь того, что в данном данном случае неизбежно. Вряд ли вы именно боитесь. Я не думаю, что у вас здесь именно страх. Я не думаю, что как таковой страх вас заставляет или может заставить чего-то, например, сделать или чего-то, например, не сделать. Я думаю, что вы не боитесь. Я думаю, что вы, опять же, не хотите потерять то, что у вас сейчас есть. Этот мужчина приходит к вам на выходные с ночью, и вас, что интересно, это устраивает. Вот вас целиком и полностью, как это ни парадоксально, устраивает эту ситуацию. И представьте себе, просто представьте себе на, ну, знаете, буквально на долю секунды. Представьте себе, что бы было, если бы у мужчины не было жены. Но при этом он бы так же приходил бы к вам с ночевкой. Скорее всего, я так сильно подозреваю, что вы его, в общем-то, принимали и дальше таким, какой вот он есть. То есть, принимали его вот именно непосредственно вот в таком вот исполнении. То есть, в исполнении, когда он к вам приходит только лишь по определенным дням и не более того. И вы знаете, интересная получается, на мой взгляд, ситуация. Вы как будто бы, еще раз повторю, как будто бы, не хотите с мужчинами сближаться. Вы как будто бы боитесь сближения с ними. Вы как будто бы опасаетесь вот этих самых близких отношений. Вы как будто бы не желаете, вы как будто бы не желаете того, чтобы у вас действительно появилось это самое определенное. Как будто бы вы опасаетесь ее. Как будто бы вы одновременно хотите ее получить. Я имею ввиду определенность. Но, с другой стороны, вы не так сильно к ней и стремитесь. Итак, одна моя мысль, которую я хочу вам сказать, заключается в следующем. Постарайтесь, пожалуйста, понять, чем вас устраивает данная ситуация. Что она вам, данная ситуация, дает? И вот, исходя из этого, исходя из того, что она вам дает, можно будет сделать выводы относительно того, что вас удерживает в этом любовном треугольнике. Вполне вероятно, потребности. Вполне вероятно, значит, какой-то страх. Может быть, страх, что вы не найдете в себе больше мужчин. Вполне вероятно, что удерживает вас не желание таки сближаться, потому что вы боитесь сближить жизни. Оно для вас сердце сревато, оно для вас сердце негативно воспринимается и так далее. Это уже не совсем известно, это уже не совсем понятно. Можно только сказать о том, что вас чем-то эта ситуация устраивает. И вот можно говорить о том, что это воже, да, что вам нужно принять волевое решение. Но волевое решение, то есть просто самой отказаться от отношений, не так-то просто. Вам нужно, во-первых, понимать, для чего вы это делаете, зачем вы отказываетесь от отношений, в принципе, устраивающих вас. Во-вторых, вам нужно получать, вам нужно иметь представление о том, что вы получите от этого реально для себя. Ходите ли вы получить то, что у вас будет, и так далее. И вам необходимо, как я уже сказал, вот это вот свое нежелание разрешить ситуацию самостоятельно, Разбить на пот желания, которые и показывают вам на более мелком уровне, на микро уровне, что же вы такие получаете от мужчины. И вот разобрав это, вы и сможете понять, как вам стать независимой от него. А независимость от него – это свобода. А свобода – это свобода выбора. Свобода выбора означает, что вы самостоятельно сами способны реализовывать свои желания и потребности, что вы ничего не боитесь, что вы ощущаете себя полноценной женщиной с точки зрения отношений с мужчинами, то вы ощущаете себя привлекательной, интересной женщиной и так далее. И вы четко отдаёте себе отчёт в том, какие у вас цели. Вот я откладываю на ощущение, что вот с этой вот определённостью, которую вы так хотите от мужчин, что-то связано, что-то куда более глубокое, чем то, что вы вот написали. Потому что, вы говорите, этот мужчина не сможет воспитывать моих детей. А кто тогда сможет? Кто сможет воспитывать чужих детей школьного возраста, как только не мужчина, у которого свои дети есть? Другое дело, конечно, что это не должен быть женатый мужчина, хотя бы разведённый. Но это уже детали. Ну и, конечно, отдельно нужно проработать с вами, почему вы развелись со своим мужем, что оставило вас разуществить, как вы это пережили, какие уроки усвоили, какой опыт у вас появился в результате, как вы стали думать о себе, как вы стали думать о мужчинах после развода и во время, так сказать, разводного процесса, как вы стали воспринимать себя, как вы стали воспринимать детей и какие сейчас наиболее актуальны для вас, значит, подленности и желания. Та же определённость, о которой вы говорите, она ведь, в принципе, довольно легко достигается самостоятельно. Зачем вам определённость от мужчины, если вы можете сами её себе обеспечить? Обеспечить её сами, вы не будете в этом от мужчины зависеть. И тогда, кто знает, может быть, вам гораздо легче будет найти себе партнёра. Потому что вот партнёра, например, получается, что сами видите как. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!